Всем привет! У нас очень интересная новость для вас. Компания Parallels вместе со студентами Питерского Академического Университета целый год разрабатывали технологию, которая позволяет одновременно запускать два или даже несколько Android на одном телефоне. Мы выяснили, как это все работает. Для наглядности ее гибкости специалисты запустили две версии Android на Nexus S, а еще на Galaxy S2. Вот смотрите, в этом телефоне уже два Android. На одном из них я включаю ACDC, все замечательно работает, как и все функции телефона. Попробуем зайти еще и в браузер для пущей достоверности. С ним тоже все в порядке, 3G и Wi-Fi активны. И если говорить проще, телефон работает как обычно. А вот теперь нам нужно переключиться на другой Android. Для этого открываем эту панель и выбираем между одной или другой OS. Можно в принципе и третью поставить. Мгновенное переключение. И как вы заметили, трек до сих пор играет. И выключить его никак нельзя, пока я не переключусь обратно. Фишка в том, что и здесь в этом Android можно запустить музыку. Играет оба трека, причем на разной громкости. Это потому, что система не зависит друг от друга. Но самое интересное заключается в том, что аккумулятор садится всего на 10% быстрее. Без специальных тестов обычный пользователь вряд ли почувствует разницу. А это говорит о том, что технология очень грамотно использует ресурсы девайса. Смысл в том, что когда я запускаю одну OS, другая входит в суспенд. Это если бы мы просто заблокировали телефон кнопкой. То есть работают лишь самые необходимые процессы. Или например, плеер, если мы его включили. Можно запустить 3D-бенчмарк здесь. Он сначала немного тормозит, в принципе, как и на обычном Galaxy S2. Но потом разгоняется до 40-50 фпс. Теперь переключаемся на другую систему. Опять входим в меню и выбираем нужную. Тот Android уснул и по минимуму тревожит память и процессор телефона. А на этом Android я запустил Angry Birds. Как видите, абсолютно никаких тормозов нет. Теоретически это два разных телефона в одной шкуре. И теоретически можно запустить даже точку доступа Wi-Fi на одной OS, а на другой переключиться на нее. Может быть, единственное, что сближает их, так это флеш-карта. Она одновременно может работать сразу и там, и там. Но чем хороша и чем плоха эта технология? Начнем с плохого. Она работает только тогда, когда есть труд, права и когда ядро разблокировано. В общем, весьма условный недостаток. Да и потом перед нами не продукт, а пока просто технология. Я предполагаю, что ею скоро заинтересуются производители девайсов. Представьте, на одном гаджете есть два Android. Один обычный, другой облегченный, в котором даже камера не работает. Допустим, у вас садится батарея, и телефон быстро переключается на другую систему, где меньше анимации, где нет доступа к Wi-Fi, камере и фонарику, где подсветка работает лишь на 30%. Это сэкономит заряд на экстренные звонки и SMS. Или другой сценарий. Одна OS рабочая, другая домашняя, а третья вообще для ребенка. Это, конечно, может быть мультиюзерность, как в Android 4.2, но тут будет все куда полноценнее. Свои кастомы или вообще разные версии Android. 2.3 и 4.2, например. В общем, вариантов развития полно. Технология интересная, батареи уже не тратит и работает даже на старом Nexus S. Так что посмотрим, что из этого получится. Посмотрим.